Часто в погоне за модными веяниями или собственными представлениями о красоте, мы забываем о таком неприходящем параметре, как удобство. А вспоминая о нем, сразу же печально вздыхаем. Ну вот, придется пожертвовать привлекательностью ради функциональности. Это чувство особенно знакомо любительницам оригинального маникюра. Длинные или заостренные ногти мешают работе за компьютером, страдают во время домашних хлопот и просто запрещены мамам маленьких детей. Но все они могут запросто найти выход, сделать ногти квадратной формы, одновременно и модной, и удобной. К тому же такая конфигурация обеспечивает ногтям максимальную прочность, защищая их от ломкости и расслаивания. Обязательно вспомните об этом на ближайшем сеансе маникюра и попросите мастера сделать квадратную форму ногтей. А если ухаживаете за руками своими силами, то читайте в нашей статье о том, как сделать квадратную форму ногтей самостоятельно. Энд НППП. Плюсы и минусы квадратных ногтей. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Стоит ли делать квадратные ногти? Квадратная форма ногтей считается наиболее универсальной из существующих. Квадратные ногти меньше подвержены ломкости и расслаиванию, они не мешают никакой деятельности, не создают риска травм и при этом выглядят очень симпатично. Разумеется, речь идет о так называемом сглаженном квадрате, то есть форме со смягченными и слегка закругленными уголками. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Если просто срезать ноготь по ровной линии и оставить углы острыми, то в этих местах вы постоянно будете цепляться за одежду, царапать себя и других. И именно эти выступающие уголки станут слабым звеном вашего маникюра, будут часто отламываться и портить не только внешний вид, но и целостность, а значит и здоровье ногти. Но кроме соблюдения правильной формы, есть еще как минимум один важный нюанс. Это соответствие формы ногтей в форме пальцев и всей кисти. Потому что далеко не всем подойдут квадратные ногти, некоторых женщин они не украсят, а испортят. Так что выбирая форму ногтей, исходя из целесообразности, помните о таких правилах. Короткие пальцы и широкие ладони за счет квадратных ногтей будут выглядеть еще массивнее. Квадратная форма ногтей подчеркивает выступающие суставы и визуально увеличивает их. Ногтям на миниатюрных руках с тоненькими и очень изящными пальчиками тоже нежелательно придавать квадратную форму. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Квадратная форма ногтей не украсит полные руки, которые с ней будут казаться еще более надутыми. Если от природы ваши ногти имеют легкую горбинку или их боковые края заметно направлены к низу, квадратная форма ногтей покажется неаккуратной и похожей на коготь. Но и совершенно плоские ногти квадратной формы – не лучший вариант. Они будут напоминать лопатки и торчать в стороны. Если предпринять попытку их сузить, квадратная форма будет нарушена. Чрезмерно длинные пальцы можно зрительно укоротить за счет квадратной формы ногтей. Чтобы квадратная форма выглядела выигрышно, ноготь должен быть не слишком широким и не слишком узким, оптимально, чтобы после формирования его длина чуть-чуть превышала ширину. Кисть среднего размера, узкая и достаточно худая – вот идеальная основа для ногтей квадратной формы. Во всех остальных случаях придется корректировать впечатление за счет цвета лакового покрытия, украшений и других стилистических приемов. Но иногда приходится смотреть не только и не столько на внешнюю сторону проблемы. Если вы заметили, что ваши ногти стали мягкими и недостаточно сильными, то сделать квадратную форму ногтей – правильное решение при любом строении рук и фигуре. Квадратная форма заметно снизит внешнее механическое повреждение ногтей и не потребует сильной обработки, за счет чего укрепит и оздоровит слабые ногти. Как сделать квадратную форму на коротких ногтях для укрепления ногтей за счет формы, лучше всего придать квадратное очертание коротким ногтям. Так вы избавитесь от поврежденного края и обеспечите молодой ногтевой пластине достаточную защиту. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Никаких специальных инструментов для этого не потребуется, достаточно стандартного качественного маникюрного набора. Только проследите, чтобы в нем были как минимум две пилочки разной абразивности, более крупные и помягче. Если нет, докупите недостающую пилку и приступайте к работе. Подготовьте руки, удалите предыдущий лак и обезжирьте ногтевую пластину. Как следует вытрите или высушите руки. Подпиливать влажные ногти, особенно склонные к ломкости, категорически запрещено. Ножницами или кусачками уберите лишнюю длину ногтей. В среднем считается, что лучшая длина для квадратной формы, это минимальный выступ за край пальца. Так, чтобы длина ногти лишь немного, но заметно превышала его ширину. Учтите, что хорошие кусачки для ногтей способны обрезать ноготь одним движением, захватив всю его ширину, поэтому не путайте их с более узкими кусачками для кутикулы. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Такой срез хорош еще и тем, что не подвергает ноготь риску образования трещин и вообще минимально травмирует его. Обрезать ногти не одним, а двумя движениями есть смысл лишь в том случае, если он имеет существенно выгнутую форму или горбинку, тогда плоские лезвия просто не смогут захватить его аккуратно. Когда лишние части ногтей будут срезаны, проверьте правильность среза. Можно сделать это относительно кромки стола или любой другой заведомо ровной линии. Как вариант, просто положите пилочку на стол и уприте в нее срез ногти. Если он имеет неровности, вы сразу же это почувствуете. Более грубой пилочкой выровняйте край каждого ногти, который в этом нуждается. Делать это можно только возвратно поступательными движениями в одном направлении, такое требование обусловлено строением ногтевой пластины. В противном случае подпиленный ноготь продолжит слоиться и крошиться. Подпиливание в одном направлении как бы запечатывает срезанный край. Заодно вы подправите форму этого края. После того, как будет сделана основная работа по формированию ногти, отложите в сторону грубую пилку и возьмите более мягкую, с мелким абразивом. Она нужна для того, чтобы подпилить боковые поверхности ногтей и скорректировать мелкие недостатки квадратной формы. Этой же пилочкой желательно немного скруглить острые края квадрата, образовавшиеся после обрезки и спиливания ногти. Чтобы сделать квадратную форму ногтей по-настоящему красивой и правильной, при подпиливании боковых частей, внимательно следите за направлением роста ногтевой пластины и не отступайте. От параллеля с его воображаемой осью. Тогда форма хорошо ляжет в ногтевое ложе, не будет доставлять дискомфорта и выглядеть будет отлично. Когда будете довольны созданной формой, слегка отполируйте ногти специальным бруском, ополосните теплой водой, насухо вытрите и нанесите увлажняющий питательный крем. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Постарайтесь втереть его не только в ладони и тыльную поверхность кистей, но и уделите внимание коже вокруг ногтей. Как сделать квадратную форму на длинных ногтях? Если честно, квадратная, по сути, прямоугольная, форма лучше всего смотрится именно на коротких ногтях. Неплохо выглядят также квадратные ногти средней длины. Длинные ногти прямоугольной формы отличаются ломкостью, так что теряется весь смысл этой конфигурации. К тому же, выглядят они достаточно агрессивно и могут мешать в повседневной жизни. Если все это вас не останавливает, то придать квадратную форму длинным ногтям, вы можете по той же схеме, что изложено выше. Отличия будут касаться только длины ногтевой пластины. Но в таком случае, особенно важно следить за длиной ногтей и регулярно ее корректировать. Если не делать этого достаточно часто, отрастающие ногти потеряют правильную форму и приобретут непрезентабельный вид, станут ломкими. Как сделать квадратную форму ногтей с круглой? Если придать ногтям квадратную форму, вы решили недавно, а до этого ходили с круглыми, овальными или мандалевидными ногтями, придется потратить. Больше времени и сил. Более конкретные инструкции будут зависеть от актуального состояния ваших ногтей, их длины и формы, а также от желаемого результата, из длинных мандалевидных или округлых длинных ногтей. Можно сразу сделать квадратную форму малой или средней длины. Если у вас округлые ногти средней длины, то для придания им квадратной формы ногти придется немного отрастить. То же самое касается ситуации, когда длина ногтей различается, или какой-то ноготь сломан и короче остальных. Ногти заостренной формы, пики стилеты и тому подобное, нельзя переделать под прямоугольную форму без отращивания. Даже если вы срежете их совсем коротко, боковые края не будут иметь параллельного направления. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Тем не менее, приобретение желаемой формы можно ускорить, если по мере отрастания заостренных ногтей постепенно приближать их очертания к прямоугольнику. Кроме того, не забывайте о креме, массаже и ванночках для рук, укрепляющих ногти и значительно ускоряющих и рост. Как сделать квадратную форму ногтей на ногах, квадратная форма ногтей на ногах, квадратная форма ногтей, может быть спорной в случае маникюра, но для педикюра ее можно смело назвать практически. Идеальной? Просто вспомните, что советуют хорошие и опытные мастера. Ноготь на пальцах ног нужно срезать только ровно, ни в коем случае не обрезая его уголки. Отрезанные углы ногти неизбежно отрастают, но при этом становятся серьезной опасностью для здоровья. Слышали о вросших ногтях? Это именно тот случай, когда неправильно обрезанный ноготь на ноге врезается в кожу и доставляет сильную боль, вызывает кровотечение, воспаление и много других неприятных. Последствий. Поэтому на ногах всегда срезайте ногти по прямой линии, а уголки лишь слегка скругляйте при необходимости. Что касается длины, то ее можно выбрать, исходя из внешнего вида. Ноготь на ноге не должен доходить до края пальца, но и не слишком уступать ему. Это условный параметр, потому что маленькие ноготки сложнее подаются формированию, и при их подпиливании достаточно соблюдать меры безопасности и не срезать лишнее. Так что, как видите, стоит сделать квадратную форму ногтей не только на руках, но и на ногах. При небольших нюансах в целом получается, что именно такая форма будет оптимальна и для здоровья, и для красоты. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.